Всех приветствую. Сейчас мы еще несколько участников добавим, которые уже пытаются подключиться, и начнем нашу встречу. Меня зовут Анна Макарова, я специалист по связям с общественностью, с учетом инстанционного образования, и сегодня наш, так сказать, модератор. Программа у нас достаточно простая. Сейчас очень коротко я расскажу об особенностях вообще дистанционных программ для тех, кто может быть еще у нас не учился в других программах, только впервые дистанционной магистратурой заинтересовался. После этого я передам слово руководителю программы, директору нашего института, отцу Геннадию Егорову, передам слово преподавателям, которые расскажут о своих курсах, и в конце мы ответим на ваши вопросы. Вопросы можно уже заранее по ходу вебинара писать в чате, можно задать голосом позже, так сказать, как вам удобнее. Так, сейчас, одну секунду, я включу демонстрацию экрана. Так, коллеги, презентацию всем видно? Может кто-нибудь мне подтвердить? Видно. Да, спасибо, хорошо. Тогда мы начинаем. Кто-то еще подключается, я параллельно добавляю. Так, ну, собственно, все мы видим название магистратурской программы «Доцерковная история советского периода», которая посвящена нашей сегодняшней встрече. Программа эта запускается второй раз. В прошлом году мы набрали на нее первый раз студентов, которые сейчас заканчивают первый семестр. И, в общем, надеемся этот опыт повторить, потому что программа эта достаточно интересная. Но про программу расскажут преподаватели. Я поясню несколько моментов, о которых всегда задают вопросы те, кто ранее не учился в дистанционных программах, и даже те, кто, в принципе, раньше учился, например, на профпереподготовке или на каких-то коротких курсах, потому что, может быть, все равно в дистанционной магистратуре есть еще некоторая своя специфика. Во-первых, очень частый вопрос, который нам задают ветуриенты, полностью ли будет дистанционное обучение, или все равно нужно будет приезжать на поступление, на сессии, на итоговую аттестацию. Полностью дистанционное, то есть приезжать не нужно будет никогда. Единственная особенность, что все-таки документы именно в приемную комиссию университета удобнее бывает подать лично, либо с каким-то курьером или по почте пересылать, что более может быть сложно. Но в плане учебы от поступления, от конкурса портфолио, отступительных испытаний и до защиты магистрской работы, все, что вас ждет, все будет происходить в дистанционном формате. Это важно понимать, вам не нужно будет, не знаю, брать отпуска ради сессии, приезжать в Москву, если вы далеко от Москвы, то есть ни в каком виде это не потребуется. Также, в чем отличие нашей программы от такого классического заочного высшего образования? Ну, еще, опять-таки, подчеркну, что, во-первых, у нас нет онлайн-лекций. Часто люди ждут, что магистратура – это какие-то онлайн-курсы, где вы будете по вечерам слушать те же лекции, которые вы слушали в вечернем, например, формате, только вы будете это делать дистанционно. Здесь нет такой системы. Вас подключают к курсам, действительно, к кабинетам курсов в системе дистанционного обучения. В кабинете курса есть материалы, есть график обучения, есть задания, есть форумы для обсуждения тем. То есть, курс разделен на темы, естественно, есть какой-то график определенный, в течение которого желательно эти задания сдавать. Соответственно, есть преподаватель курса, с которым можно переписываться, он может проводить иногда вебинары, может читать какие-то вводные лекции, может проводить семинары в вебинаре. Но это не основной вид работы. Вам придется по каждому курсу достаточно много читать материалов предложенных, достаточно много писать, выполнять письменно какие-то ответы на задания, обсуждать что-то на форумах, зависит от того, как построен каждый конкретный курс. Они могут быть немножко по-разному построены, но это именно такая самостоятельная работа с материалами, с текстами, естественно, под контролем преподавателя. Но онлайн-лекции здесь могут как вспомогательный какой-то элемент быть, но не как основной. Поэтому вам нужно быть настроенными на то, чтобы действительно будете достаточно погружены в работу, а не просто будете время от времени включать лекции и потом в конце семестра, так сказать, по каким-то предложенным вопросам к экзамену вспоминать, что вы вообще прослушали. Соответственно, третий пункт распределения нагрузки в течение семестра связан со вторым. То есть если очень часто мы воспринимаем образование так, что мы в течение семестра слушаем какие-то лекции, действительно, если мы их слушаем в лучшем случае, может быть, мы берем конспекты у коллег, не знаю, или какие-то записи, потом прослушиваем уже под конец, когда их много собралось, делаем какой-то быстрый конспект, готовимся как-то к экзамену и как бы вот задаем. Тут нужно понимать, что вы будете работать в течение всего семестра, эта нагрузка будет распределенной. Нужно все время выполнять какие-то задания, что-то задавать по графику в разных курсах. И, с одной стороны, это может оказаться более сложным, потому что у вас нет какого-то промежутка, когда вы просто как-то расслабленно слушаете лекции, а потом к сессии, так сказать, мобилизуетесь, вы все сдаете, как многие привыкли делать на очном, на вечернем отделении, а тем более на заочном. Здесь такого нет, здесь придется постоянно быть включенными в работу, но, с другой стороны, это действительно некая равномерная нагрузка, то есть нет такого, что внезапно к концу семестра у вас там огромное количество материалов, которые нужно судорожно там как-то начитать, пройти, вы, в общем, свою нагрузку распределяете на весь учебный год, и в этом тоже есть определенный плюс. И, да, четвертое, что важно учитывать, что в магистратуре важная часть обучения – это именно работа над магистрским вашим исследованием. То есть, конечно, эти интересные курсы, которые интересно пройти, расширить, так сказать, свой кругозор, но вся магистрская программа построена на том, что вы постоянно занимаетесь магистрским исследованием, готовитесь к зачетам по научной работе, именно отчитываясь по тому, что вы уже сделали. И поэтому так важно не отнестись к этому формально, и поступать в магистратуру с целью еще поучиться чему-то интересному, и там параллельно какую-нибудь работу на какую-нибудь тему, которую вы случайно как-то выбрали, ее все одобрили, написать – это плохая стратегия. Вам нужно понимать, что действительно это важная составляющая магистрского обучения в магистратуре, и ей придется посвящать много времени, и важно, чтобы эта магистрская работа действительно была вам интересна. Понятно, что вы будете корректировать тему, но какое-то направление, в котором хотелось бы заниматься, желательно подумать и заранее выбрать руководство своими интересами, действительно, своими возможностями. И, собственно, наши преподаватели и научные руководители магистрантов сегодня как раз вам помогут немножко в этом сориентироваться. И на этом я свое введение заканчиваю и передаю слово нашему директору, кандидату психологических наук, протеерею Геннадию Егорову, чтобы он немножко рассказал тоже о программе в целом, как ее руководитель. Спасибо, Анна Владимировна. Добрый вечер всем. Я думаю, можно презентацию, наверное, свернуть, чтобы экран развернулся. Я не буду говорить длинно, скажу только, что эта магистратура сейчас, моим представлением, единственная такого профиля в нашей стране. И, в общем, это некоторый такой вызов и самим себе, и другим, потому что эта тема очень важная. С другой стороны, тема истории Русской Церкви в XX веке. Но эта тема, она потихонечку тоже уходит в прошлое. И вот, так сказать, зацепить ее через еще оставшихся каких-то свидетелей, через живую память, а не только уже через архивные документы. Это, конечно, задача очень важная и очень сложная. Здесь не обидятся на меня коллеги-историки, потому что речь не о них. Но очень многие историки, они боятся заниматься XX веком, потому что тема еще горячая. Во-вторых, малоисследованная. И вот даже я, когда писал кандидатскую диссертацию, мне говорили, ну вот что-то лезешь в такой неисследованный вопрос, вот возьми какую-то тему, хорошо проработанную, где много диссертаций, спокойно напишешь, без проблем защитишься. Ну вот зачем ты сам себе ищешь проблемы? Вот мы, берясь за XX век, конечно, сами себе ищем некоторые проблемы. Но, тем не менее, именно он сейчас оказывает наибольшее влияние на нас, поэтому научно-академически взвешенный подход очень важен. И нам очень важно подготовить новое поколение исследователей, которые будут этой темой заниматься. Может быть, в надежде, что больше будут архивы доступны, больше будут материала доступны, но и для того, чтобы зафиксировать ту память, которая существует на сегодняшний день. Поэтому вот это возможность для тех, кто хочет этой темой заниматься, поступить в эту магистратуру. Теперь отдельно о преподавателях. Во-первых, действительно, мы здесь не пытаемся создать электронную копию преподавателя, как зачастую, записать профессора и дальше его тиражировать на огромной аудитории. Нет, здесь у нас все занятия идут в контакте с живыми действующими преподавателями, профессионалами в своей области. Поэтому тут, что называется у нас без обмана и всерьез, но это тоже, конечно, от студентов требует серьезного подхода. Одно дело ролики в Ютубе смотреть, а другое дело, когда специалист, серьезный ученый тратит свое время на то, чтобы учить других. И это дорогого стоит, потому что есть целый ряд ученых, которые заинтересованы только в том, чтобы писать книги и выступать на конференциях, потому что это приносит известность и уважение, почет. А вот возиться с безвестными студентами – это такой некоторый подвиг и своем пожертвовании. Поэтому я очень благодарен нашим преподавателям, которые создавали вместе со мной эту программу, за то, что они этим занимаются. И заранее наших абитуриентов говорю о том, что это, в общем, тоже некоторая честь и привилегия заниматься именно в таком формате, пускай даже онлайн, тем более, что мы собираем нашу преподавательскую команду из разных географических мест. И поэтому, скажем, даже увидеть их всех в одной точке в одном университете было бы невозможно, так как это возможно на этой программе. Также мы стараемся ориентироваться на религиональные особенности, поскольку наши учащиеся тоже собираются из разных мест, то мы ориентируем их не только на изучение, так сказать, общецерковной или, так сказать, московской, я бы сказал так, церковной истории, но церковной истории в том виде, в котором она разворачивалась на всей территории России и за ее пределами, потому что мы знаем, что в XX веке русская церковь в России не присутствовала практически на всех континентах. И эту тему мы тоже стараемся развивать. Поэтому я думаю, что сочетание уникальной тематики магистратуры, прекрасный набор преподавателей и возможность учиться, не снимаясь с места своего проживания, все это, конечно, является большими достоинствами нашей магистратуры. Наверное, я на этом сейчас свой экскурс закончу, чтобы передать слово преподавателям, но я буду сейчас присматривать тоже вместе Анна Владимировна за чатом и отвечать на вопросы. Благодарю за внимание, остаюсь с вами. Спасибо, отец Геннадий. И я теперь прошу, передаю слово, так сказать, первым из наших сегодняшних преподавателей. Это диакон Константин Кавырзин, кандидат исторических наук, который преподает в нашей магистратуре два курса «Система управления русской православной церкви в XX веке. Истории и источники». И курс, посвященный по местному собору 1917-18 годов. Можно, конечно, в другом порядке по хронологии их перечислить. Вот, отец Константин, пожалуйста, прошу вас. Да, добрый вечер, уважаемые друзья, меня слышно. Хорошо? Хорошо, спасибо. Ну, действительно, так сложилось, что я являюсь сотрудником нашего университета с 2006 года, работаю в одном из подразделений Могословского факультета. Это научно-исследовательский отдел новейшей истории русской церкви. И мои научные интересы, как исследователи, связаны с переходной эпохой в истории русской церкви. Переход от позднего имперского периода, или это конец синодального периода, и начало уже советского периода церковной истории, раннего советского периода. Соответственно, как раз тот первый курс, который предлагается нашим магистрантам в первый год обучения, Поместный собор 1917-1918 года, как раз посвящен этим процессам трансформации системы церковного управления и тем более глубоким процессам, которые за этими внешними реформами стояли, то есть изменение церковного сознания, идея обновления церкви. Вот все вот эти аспекты юридические и церковно-правовые, канонические и, собственно, теологические, они находятся в фокусе внимания этого курса. Надо сказать, что традиционно, как показывает опыт, собор часто ассоциируется только исключительно с восстановлением патриаршества и избранием святейшего патриарха Тихона. Безусловно, это было важное событие, однако этим его программа не исчерпывается, и задача нашего курса как раз дать студентам такое углубленное изучение как истории созыва собора, его устройства, так и тех основных направлений его деятельности, в том числе с опорой на вновь опубликованные документальные материалы. Я просто напомню коллегам, что сейчас как раз осуществляется общецерковный проект Московским Новоспадским монастырем по научному изданию документального наследия Поместного собора, и так получилось, что я некоторое отношение к этому проекту имею. Поэтому задача нашего курса как раз дать тем, кто приступает к изучению советского периода церковной истории, дать объемное такое целостное представление о той модели церковной организации, которую собор проектировал. И здесь как раз очень важная тема, важный аспект, мало изученный на данный момент, это собственно рецепция, то есть восприятие соборных решений церковной полнотой, их практической реализации в церковной жизни, в том числе как раз на материале отдельных епархий и регионах. Мне кажется, что наша магистратура дистанционная, которая позволяет собрать здесь людей с самых разных уголков нашего Отечества, но можем уже говорить об этом на примере нашего нынешнего первого курса, первого потока, который сейчас проходит обучение. И здесь как раз мы можем пытаться с вами посмотреть, как на протяжении всего советского периода церковной истории вот эта модель церковной организации, которую собор разработал, она эволюционировала, изменялась, но тем не менее зачастую рассматривалась в качестве едва ли ненормативной, такой не эталонной. И очень многие явления церковной жизни мы как раз можем рассматривать в парадигме соответствия или несоответствия решениям Поместного собора 17-18 годов. Вообще, надо сказать, что мы очень мало знаем о внутрицерковной жизни первых лет советской власти и ответить на этот вопрос как раз можно будет лишь тогда, когда у нас будет накоплено достаточное количество исследований церковной истории на региональном или таком локальном уровне. И как раз в связи с первым курсом у нас идет курс для второго года обучения магистрантов, который называется «Система управления русской церкви. История и источники». Его цель, точнее фокус его внимания как раз на институциональном или организационно-правовом аспекте истории церковной организации. Безусловно, есть здесь некоторая преемостность с курсом, посвященным собору. И задача этого курса углублена изучение эволюции системы высшего и пархиального приходского управления церкви в том виде, в котором она существовала в период гражданской войны внутрицерковных разделений 20-х годов. Затем в конце 30-х годов из-за большого террора как бы легальной церковной организации была практически полностью разгромлена. Она была восстановлена в 43-м году. И, собственно, мы доводим наш курс как раз до конца 80-х годов. То есть пытаемся проследить вот эту эволюцию идеи соборности в системе церковного управления на высшем, и пархиальном и приходском уровне. И здесь, конечно, от наших студентов потребуется такой навык, выработка навыка анализа, сравнительного анализа церковно-правового материала, церковно-правовых актов, уставов церковного управления. И мне кажется, что здесь есть очень хороший потенциал исследований, как раз посвященных различным уровням и аспектам функционирования церковного управления вот на уровне отдельных епархий и регионов. Как раз здесь можно использовать материалы и региональных архивов, как государственных, так и церковных. Я надеюсь, что у нас с нашими абитуриентами, потенциальными студентами, здесь есть очень такой хороший потенциал для сотрудничества квадратворного. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Дорогие друзья, благодарю за внимание. Спасибо большое, отец Константин. Да, у нас там в чате уже появились вопросы, на что-то отец Геннадий уже кратко ответил, но мы в конце ответим, так сказать, поподробнее, поэтому сейчас пока не на все в чате будем отвечать, но в конце ответим обязательно. И я передаю дальше слово священнику отцу Евгению Агееву, кандидату богословия, который в нашей магистратуре ведет курс «История русско-православной церкви» в 1953-1990 годах и еще курс такой более, так сказать, специфический повседневный «Жизнь православного прихода и верующих» в период сталинских гонений, более конкретный, наверное. Отец Евгений, я вам передаю слово, пожалуйста. Здравствуйте, меня слышно? Да, да, все хорошо. Ну вот, как действительно сказал уважаемый отец Геннадий, мало кто хочет исследовать церковную историю XX века, потому что, ну, там красота, конечно, там все эти древние святая руль, да даже синодальный период, там все красиво, строено, благолепно. А XX век – это, в общем-то, разрушение, это выживание, это попытки уцелеть. Но для нашей современной церковной жизни как раз очень важен именно XX век, потому что мы родом из XX века. И многие проблемы, которые сейчас существуют в церкви, идут в XX веке без их тщательного изучения, без их осмысления, без поисков, невозможны поиски путей выхода. И поэтому так важна действительно церковная история XX века, и нет здесь никакого секрета в том, что наблюдается, ну, значительная, я бы сказал, даже катастрофическая, нехватка исследований. И если, как правильно сказал отец Константин, что на центральном уровне еще более-менее исследованы, то на региональных уровнях квалифицированных правильных, хороших исследований существенные достают. А это именно очень важно для того, чтобы представлять полную картину церковной жизни. И вот именно это мы и хотим немножко поддержать в рамках нашей инвестиватуры, потому что мы собираем людей с разных часовых поясов, с разных концов нашей страны и даже за пределами России, которые в конкретных местах проводят конкретные исследования по своим церковным, по церковной истории. Просто человек ходит в свой приход или занимается своей семьей, и ему хочется сделать это исследование, конечно, на профессиональном уровне, на непрофессиональном уровне, ничего хорошего не получится. И вот мы хотим поддержать, дать людям этот профессионализм. И кроме того, мы постараемся собрать воедино как-то эти исследования. И то, что мы часто слышим на наших семинарах по научно-исследовательской работе студентов, действительно, какую-то картину вырисовывает, крупица оттуда, крупица оттуда. То есть вот какая работа здесь очень важна. И она действительно проводится. Наши дипломники в разных местах изучают свои конкретные вопросы. Вот, допустим, одна моя дипломница изучает приходы своего района подмосковного. И оказывается, очень много материалов, в том числе и о документах, и на личных воспоминаниях. Вот, стараются это действительно сейчас собрать воедино и упорядочить так, как это нужно по всем методологиям научного и исторического исследования. Церковное исследование ни в коем образом мы не можем отделять от нормального научного исследования в области истории. И оно, конечно, должно проходить по всем современным методологиям. И другой диплом, например, исследует прессу первых лет советской власти, оказывается, там, в губернии очень много писали о церкви. Вот эти вот дискуссии практически нигде не отражены никаких исследований. То есть, фактически, это все какие-то неисследованные области, которые в хорошем исходе могут дать еще одни, как бы, дополнительные яркие пазлы в общую картину истории и русской церкви в 20-м веке. Ну, и что касается курсов, которые я читаю, конечно, здесь аналогически и по исследователям и по месту в курсе. Конечно, первым стоит курс «Повседневная жизнь православного прихода», который всецело основан на документах. Пусть сейчас не очень много сборников документов, но мы, допустим, как это выглядели. Студенты смотрят сборники документов, либо свои локальные, либо те, которые прилагаются в рамках курса, и на основе этих документов пытаются найти ответы на поставленные вопросы. То есть, это тоже, как бы, часть осмысления, часть исследовательской работы. Никаких учебников у нас пока что нет по многим курсам. Поэтому мы вот этот курс рождаем, он рождается в процессе обучения. Ну и что касается, конечно, другой половины, которая еще не началась, это история русской церкви 1953-1990-х годов. Здесь тоже, конечно, есть какие-то нормативные тексты, но, опять же, мы должны понимать, что очень значительная часть жизни церкви осталась как бы за их пределами, а это, в общем-то, как айсберг, подводная часть, что русская церковь была загнана, ну, не в подполье, а в такие очень тесные рамки существования со стороны государства. И во многом ее духовная жизнь оказалась вот таким вот айсбергом, который скрыт от глаз. И сейчас, конечно же, требуется его исследование, но здесь у нас, в отличие, допустим, от первых десятилетий советской власти еще, может быть, недостаточная историческая перспектива. Мы пока что находимся в этом отношении только в процессе накопления исторического материала. Все-таки хорошая историческая перспектива это вот сто лет. Сто лет – это хорошая перспектива. Я, как и отец Константин, являюсь сотрудником с соборного проекта Госпасского монастыря по изданию документов Священного собора. И тоже скажу о том, что в рамках курса «Повседневная жизнь православного прихода» мы также исследуем различные документы собора и их рецепцию в отношении на местах, потому что это же еще очень важно, что было сказано, где-то в Москве какие-то документы приняли, как они дошли до места, и как они были приняты и реализовывались на местах. Вот это все мы пытаемся исследовать. Ну, конечно, и дальше, и в послевоенной истории будем сравнивать те документы, которые принимались в Русской Церкви с теми документами собора, которые вот сейчас издаются и предоставляются для широкого исследования, в том числе и на местах сейчас идет массовая закупка епархиями, епархиальными учреждениями вот этих вот изданных томов документов по местному собору, которые, как и сказал вот отец Константин, чрезвычайно важны для нас. Пусть они не были реализованы, но то, как они осмыслены, как люди сто лет назад пытались осмыслить современную церковную жизнь, нас очень много. Вот история учительницы жизни, ну, будем надеяться, что церковная история тоже станет для нас учительницей нашей церковной жизни. Спасибо за внимание. Спасибо большое, отец Евгений. Да, и теперь наш новый преподаватель, преподаватель-то старый, новый выступающий, доктор исторических наук, кандидат в богословие Андрей Александрович Кострюков, профессор нашей кафедры, который ведет в нашей магистратуре курс истории русского церковного зарубежья. Тоже такой интересный курс. Андрей Александрович, пожалуйста, можно вам слово передать. Здравствуйте, дорогие коллеги, здравствуйте, дорогие друзья, дорогие детальгенты. Ну, я, прежде всего, конечно, присоединяюсь ко всему тому, что сказал отец Евгений и отец Константин. Действительно, XX век – это период и интересный, и важный, и полезный, который нас должен чему-то научить. И действительно, пока есть возможность, ну, опять же, и надеемся на то, что ситуация с документами тоже будет получше, потому что засекреченного до сих пор, к сожалению, много. Ну, один из курсов, которые я читаю, касается первой половины XX века, ну, вплоть до 1953 года. Ну, и здесь, безусловно, огромный пласт еще не проделанной работы. Приходилось сталкиваться с такими вещами, что даже реабилитированный нынешним государством пострадавший, он до сих пор не входит ни в какие базы. Просто из-за того, что у людей как-то не дошли руки исследовать его жизнь. И порой даже это касается архиереев. Если уж даже архиереи вот так казались забытыми и потерянными, что уж тут говорить о нирянах, о священниках, о монахах. Так что, конечно, проблему того геноцида, который был устроен, ее изучать нужно обязательно. И это представляется важнейшим моментом. Мне вот постоянно приходит такая мысль, что если в древности мучеников казнили открытой кровь мучеников становилась сильным христианством, то в советский период убивали тайно, как правило. И из-за этого о многих мучениках у нас и не знали. Человек пропадал, а куда он пропал, и это оставалось только догадываться. Люди ждали десятилетиями, пока вернется арестованный, а он так и не возвращался. И люди не дожидались, и только десятилетия спустя появлялась информация, что он, оказывается, был расстрелян. То есть, такого свидетельства, веры, как это было в первые века, в результате не было. И задача историков как раз восполнить вот эту часть мученического подвига, донести ее до всех остальных. Потому что раз она была кем-то намеренно сокрыта, то наша задача все это раскрыть, сказать правду. И в связи с этим это представляется очень важным, потому что если мы будем знать о том, что происходило, то это поможет нам избежать и последующих ошибок. А в 20 веке ошибок было достаточно, и опасаясь, как бы снова эти ошибки не были сделаны. Ведь дело в том, что вот этого знания как раз и не хватает, что мы опираемся на какие-то общеизвестные и штампованные и конъюнктурные тексты, как правило. И в результате история 20 века кажется и не настолько уж интересной. Ну, кого-то казнили, кого-то расстреляли, кто-то страдал за веру. Да, ну, вот, в общем-то, и все. А дальше тишь, гладь и божья благодать. Ну, и в результате и каких-то уроков не выносят, а вместо этого начинают уже верить во всевозможные легенды, во всевозможные мифы, выдумки. И по 20 веку их огромное количество. Это касается всех там разговоров о упокаявшемся Сталине, о полетах с иконами вокруг Москвы, введениях митрополита Ильи в Ливане и все прочее. Все это навязывается, и в результате у человека складывается просто неверное представление об истории, и человек уже вот с этими штампами так и идет в мир, все это проповедует. Порой из церковных амвонов слышишь вот подобные недостоверные сведения. И, конечно, нужно до этой правды докапываться и делать правильные выводы. То есть, обо всем этим рассуждать. Конфуций говорил, учение без рассуждения бесполезно, а рассуждение без учения опасно. Так что рассуждать, не имея такой платформы, мы не можем. А просто воспринимать информацию и не пытаться ее как-то осмыслить, применить к современности, ну, это тоже неверно. И эту мысль дохристианского философа повторяют и слитые отцы, в частности собственности и старцы, которые говорили, что рассуждение это наивысший добродетель. И вот наша задача это вот уже как раз пойти таким путем, когда те, кто окажется в нашем курсе станут следующим поколением исследователей. Наша задача, задача нашей магистратуры не в том, чтобы пересказать какие-то сведения и выдать соответствующий документ, а именно подготовить желающих учиться к тому, что они сами станут уже исследователями. И вот это направление будет продолжать все дальше и дальше. Если мы этого не сделаем, то не сделает никто. Ну и здесь, конечно, мне следует так плавно перейти уже на другой мой курс, на историю русского зарубежья, который тоже представляется актуальной. Казалось бы, тоже дела давно минувших дней, но мы видим, что это не так. И что те проблемы, которые обрушились в свое время на русскую церковь, а я уже в данном случае имею в виду не гонения, не репрессии, а разделения и расколы, что они к нам хлынули с новой силой уже в 21 веке. И вполне возможно из-за того, что не были усвоены уроки 20-30-х годов. Ну и как тут быть? Как со всем этим бороться? Ну, можно, конечно, тут сказать, что мы всегда правы, а все остальные не правы, успокоиться и вот считать, что истинно восторжествовало, при том, что мы, допустим, оказываемся в изоляции. А можно подойти по-другому и действительно все это взвесить, изучить и проанализировать старые ошибки, чтобы понять, нет ли каких-то других путей выхода из плачевных ситуаций, кроме каких-то грозных обличений, анафемы и всего прочего. Как раз история нашего русского зарубежья показывает, что такое вполне возможно. Русское зарубежье разделилось на три части. Зарубежная церковь, североамериканскую метрополию и западноевропейский экзархат, и сложные были отношения, но они разливались, то ухудшались, то улучшались, сколько было попыток сближения и новых разделений, но в конце концов все-таки все эти разделения были преодолены и как раз преодолены именно благодаря дару рассуждения, которое было у представителей всех этих сторон. Безусловно, если бы там все гранили друг друга анафимами и оскорблениями, то ничего бы не получилось, и заповеданное Христом единство так и не было бы достигнуто. Но все-таки мудрость здесь оказалась доминирующей. и безусловно, все материалы этой полемики, все проблемы, которые были пережиты, осмыслены, они должны и в новом осмыслении, необходимо их заново изучать, и то, что мы изучим в нашем курсе, безусловно, поможет десятилетия спустя. Конечно, все это пригодится, и надеюсь, новых ошибок мы избежим. Вот в чем я вижу задачу своего курса, и конечно, буду очень рад, если появится заинтересованность во всем этом, и действительно появятся у нас новые исследователи и новые исследования. Большое спасибо. Большое спасибо, Андрей Александрович. И теперь пришла очередь передать слово еще преподавателю, кандидату исторических наук Юлии Петровне Бардилевой, которая ведет курс источниковедения методологии исторических исследований. Тоже важный курс, без которого никак историю изучать невозможно. Прошу, Здравствуйте, уважаемые коллеги и апитриенты. Меня хорошо слышно? Да, все хорошо. Спасибо. Ну вот действительно уже соглашусь со всеми коллегами, кто выступал до меня по поводу того, что церковная история советского периода предполагает на сегодняшний день очень сложный комплекс вопросов, который еще только предстоит решить следующим поколениям исследователей, потому что действительно есть очень сложная проблема, связанная с тем, насколько доступна для нас источниковая база. И вот тот самый курс, который я читаю «Источниковедие методологии исторических исследований», он как раз должен помочь начинающим исследователям, обращающимся к проблематике церковной истории 20-го столетия, разобраться с тем, с каким массивом исторических источников мы можем работать, что из них представляет достаточно большую сложность, на что следует обращать внимание с точки зрения специфики и особенностей документов советского периода времени, как работать с различного рода группами источников и какие из них представляют наибольшую ценность и, с другой стороны, наибольшую трудность при привлечении их в исследовательскую деятельность. Дело в том, что на сегодняшний день, когда мы говорим об исторических источниках, мы видим, что и мнение исследователей расходится по поводу того, что считать историческими источниками, как их классифицировать, какую создавать типологизацию. Это касается в том числе и проблемы классификации источников советского периода. Здесь, наверное, один из таких самых эмоциональных и достаточно сложных для изучения видов источников, это источники, которые представлены в основном фондом прекращенных уголовных и следственных дел, которые связаны с судебно-следственными материалами. Они имеют очень важную ценность и для исследования периода репрессивной политики советского государства, особенно в первые десятилетия советской власти в отношении духовенства и верующих мирян. Это безусловно важные и ценные документы, которые используются отделами по канонизации при епархиальных структурах и при метрополиях нашей церкви. И это документы, которые позволяют восстановить справедливость в отношении очень большого количества людей, которые были преданы забвению, которые были оболганы во многом, которые были представлены чуть ли не врагами своего государства и народа, и которые в течение длительных периодов времени фактически находились вот, наверное, на таких задворках не только истории, но и представляли собой белое пятно истории многих семейных архивов. Буквально вот совсем недавно на прошлой неделе я получила несколько писем в свой адрес от тех людей, которые долгое время предполагали, что их родственники вообще не сыграли никакой важной роли в деле становления и развития региональной церковной истории. О них практически ничего не знали, потому что зачастую люди, воспитанные в советское время, предпочитали родственников, которые находились под судом и следствием, не сообщать информацию своим младшим членам семьи, пытаясь их таким образом в какой-то степени уберечь от возможного рода преследований или какой-то дискриминации в дальнейшем при поступлении на учебу или на работу. Я в большей степени специализируюсь сама на проблематике региональной церковной истории первой трети двадцатого столетия в масштабах европейского севера России. И вот как раз то, о чем я сейчас говорила, о проблематике исследований церковной истории в рамках Кольского Севера дало возможность познакомиться на сегодняшний день как минимум четырем семьям священнослужителей с материалами, посвященными истории жизни их родственников. И когда ты понимаешь, что это не какая-то абстрактная работа, которая написана ради, наверное, научных исследований, ради публикации, а это действительно тот материал, который может помочь людям приоткрыть завесу тайны в отношении собственной истории, помочь им найти родственников, которые занимаются тоже этой проблематикой, восстановить доброе имя своих родственников, наверное, ты понимаешь, что в этом самая главная ценность и уникальность вот такого регионального подхода. В рамках курса мы не только научимся работать с различного рода историческими источниками советского периода, это и светские, и церковные документы, которые помогут работать над темами нашим магистрантам, но и поможем себе разобраться в том, какие на сегодняшний день существуют методологические подходы, какие методы исторического исследования возможно применять в рамках исследования, как повседневной тематики, каких-то официальных законодательных источников, изучение региональной и общегосударственной проблематики, то есть то, как правильно выстроить свое исследование с точки зрения его структуры, с точки зрения понимания основной проблематики, которую вы для себя выбираете. И в этом отношении как раз можно говорить, что подобного рода подходы и методы очень хорошо работают как по первой половине 20-го столетия, так и в рамках исследований с учетом новых подходов, например, устной истории, повседневной истории, то, что становится сегодня достаточно актуальным, когда мы обращаемся к изучению проблематики второй половины 20-го столетия, даже, может быть, в какой-то степени начала 21-го века. Поэтому, в принципе, здесь можно найти для себя любую нишу, стараться не выбирать какие-то очень, знаете, глобальные масштабные темы, которые требуют многих лет исследования, а выбирать вот те самые региональные малоизученные аспекты, которые по крупицам позволят нам создать картину полную церковной истории советского периода в отношении всей нашей страны. И вот работать можно будет в рамках этого курса и не только в рамках каких-то исследовательских практик, направленных на выполнение самостоятельных работ, но и в рамках вебинаров, активно обсуждая проблему источниковой базы своего исследования и того, как лучше преподнести, какую методологию лучше выбрать и какая будет наиболее актуальна в этом плане. Поэтому приходите, будем стараться совместными усилиями восстанавливать страницы истории нашей церкви в 20-м столетии и открывать для себя новые поля исследовательской практики, помогая в том числе и тем людям, которые смогут восстановить историю своих семей. Спасибо. Спасибо большое, Юлия Петровна. И на этом у нас заканчивается часть, посвященная презентациям отдельных курсов и тех возможных направлений, которые можно заниматься под руководством наших представленных сегодня преподавателей. и мы сейчас можем ответить на ваши вопросы в чате. Кстати, я отмечу, что я выложила уже в чат несколько полезных ссылок, ну, собственно, ссылку на саму страницу программы, если кто-то еще ее не видел и не знает, страница магистратуры, где можно опять-таки подать предварительную заявку, где есть кнопка подать заявку на программу. И я выложила два электронных адреса, то есть, опять-таки, если у вас возникают вопросы по выбору направлении исследования или по выборам магистрской программы, там, какой из наших дистанционных лучше выбрать, что вам ближе, то можно написать письмо и проконсультироваться с отцом Геннадием Егоровым, вот здесь его адрес в почте. А если у вас вопросы конкретно по документам для поступления, то есть, что-то вас смущает с дипломом или с документом о богословском образовании, который требуется для портфолио, ну, какие-то такие, да, более вот конкретные практические вопросы, то их можно администратору магистратуры Светлане Николаевне Аксючиной, также ее адрес в чате Level Orthodox Education, и она же, собственно, будет вас консультировать тех, кто подает заявки дистанционно уже вот в кабинете для приема заявок, куда вы попадаете после подачи заявки, там тоже есть форумы, есть объяснение, как написать личные сообщения, и тоже Светлана Николаевна на вопросы отвечает, но можно ей задавать вопросы заранее по почте, не обязательно ей. написать. Не обязательно для этого подавать заявку сразу, можно заранее что-то уточнить. И мы возвращаемся к тем вопросам, которые появились в чате, какое-то их количество уже у нас есть. Давайте я их озвучу, чтобы они прозвучали в записи, наверное, если либо отец Геннадия ответит, либо я отвечу, может быть, преподаватели, если захотят, тоже могут что-то добавить. у нас первый вопрос, я вижу, состоит из двух вопросов, каким образом распределяются абитуриенты на бюджетные и платные места, ну и дальше, соответственно, какой конкурс был в прошлом году, и есть ли какие-то преференции для выпускников курса теологии. Отец Геннадий, не знаю, вы ответите или мне поясните. Я могу ответить. Абитуриенты распределяются, ну, во-первых, ну, чтобы попасть на бюджет, нужно иметь право получить место, то есть это значит, что у вас не было еще пока образования уровня магистратуры, то есть если вы где-то отучились в магистратуре, то на бюджет уже претендовать нельзя. Если у вас есть право поступления на бюджетное место, то дальше по результатам оценки портфолио плюс, если у вас есть какие-то так называемые дополнительные достижения, там, красный диплом, волонтеры или какие-то спортивные награды, ну, это перечислено на странице для абитуриентов, то эти баллы тоже добавляются и дальше все поступающие выстраиваются по принципу убывания баллов и те вот первые, кто попадает на, там, первые восемь, скажем, которые попадают на восемь бюджетных мест, они попадают на бюджет. Остальные могут поступить на платное, если они подавали также заявление и на платное обучение. Если человек подавал только на бюджет и не подавал на платное, то на платное он попасть тоже потом не может. поэтому те, кто думает, что если не попадет на бюджет, но может получиться платно, то нужно подавать сразу и на ту, и на другую основу обучения. В прошлом году, полтора или больше даже конкурсов или два где-то. Анна Владимировна, микрофон. Там, кажется, полтора было на историческом по-моему, у нас был конкурс на бюджет полтора человека на место. Есть ли преференции любственного курса теологии и до? Ну, специальных преференций нет, но, вообще-то, говоря, обычно у них неплохая достаточно подготовка, поэтому, ну, то есть, именно специально какие-то дополнительные баллы нет. Но в портфолио, наверное, это неплохой вариант документов богословского образования. ну, как, есть в портфолио, стоит там следующий как раз вопрос, есть, я его тоже зацеплю, что такое портфолио, как его составят. Я ниже разместил ссылку на описание портфолио, это, собственно, диплом о богословском образовании, мотивационное письмо и эссе относительно тем будущего исследования. Вот как раз в мотивационном письме можно помянуть программу теологии и я думаю, что это будет учтено при его оценке. Так что скрывать этот факт очень не стоит. Ну и потом, в любом случае, скорее всего, именно этот диплом разместите в портфолио. Спасибо. Спасибо. Дальше, следующий вопрос, на который, в принципе, в чате отец Геннадий тоже уже ответил, но еще повторим, да, можно ли подавать документы и пробовать поступить на обе, в обе магистратуры параллельно, чтобы увеличить свои шансы. Ну, в принципе, при желании любое количество магистратур подавать документы вас тут никто не ограничивает, но повторим, что все-таки в разных магистратурах, естественно, вы делаете разные мотивационные письма, в нашем случае разные эссе под тему конкретной магистратуры, в других магистратурах это могут быть еще какие-то вступительные испытания соответствующие, поэтому чем больше вы тут разбрасываетесь, тем может быть вам сложнее, потому что все-таки получается, что вы готовитесь не к одной, а к разному, поэтому, конечно, в идеале лучше бы все-таки заранее попробовать определиться, что вас больше интересует, и попробовать именно на эту магистратуру, так сказать, свои силы положить. Ну, вот, собственно, как отец Геннадий и ответил, лучше решить заранее, и мы можем тоже, если касается наших магистрских программ, опять-таки, мы тоже можем проконсультировать, ну, или объяснить, в чем особенности там наших программ, каких-то других, которые вас привлекают, если вам не очевидно, поэтому, пожалуйста, задавайте вопрос, готовы вам тут советовать. Так, ну, вот по портфолио, что такое портфолио, как его составить, мы уже ответили, и дальше вопрос, скажите, пожалуйста, есть ли перспектива после этой магистратуры идти в аспирантуру? Ну, я, наверное, не буду сразу два вопроса там озвучивать, потому что они немножко разные вот в одном вопросе по поводу аспирантура, ну, в принципе... По поводу аспирантура, да, конечно, есть перспектива после этой магистратуры идти в аспирантуру, более того, у нас есть план открытия собственной аспирантуры, как раз, чтобы наши студенты могли продолжать обучение, я надеюсь, что мы его сможем как раз к моменту, ну, даже, может быть, к моменту первого выпуска, может быть, мы его уже реализуем, в следующем году будем этим заниматься. Так, и второй вопрос, есть ли какие-то предпочтительные темы или актуальные темы, то есть, к примеру, вот, петриенту интересен патриарх Тихон, владыка Афанасий Ковровский, вопрос об изъятии церковных ценностей в Петрограде, это в частности, как варианты. Если можно, я начну, и потом попрошу преподавателей помочь. У нас нет предпочтительных тем, потому что, ну, поскольку в основном поступающие люди взрослые, важно, чтобы эта тема была, а, интересна самому человеку, и, б, у него была возможность над ней работать, поэтому мы и предлагаем, людей приходить, не то чтобы прямо с готовой темы, но скорее с направлением исследования, поэтому вот не вывешиваем вот список тем, по которым мы хотим, чтобы вы писали. Относительно конкретных тем, может быть, я попрошу преподавателей прокомментировать, вот Андрей Александрович и Эль Петровна. Может быть, я тоже акцентирую внимание на некоторых темах, когда мы говорим все-таки о том, что магистратура связана с церковной историей советского периода, мы для себя четко очерчиваем, что это тематика, которая касается периода с 1917 по 1990 год включительно, то есть это как раз то время, когда существовало государственное образование, такое как Советская Россия и Советский Союз. С другой стороны, здесь, конечно же, каждый из коллег характеризует, наверное, свою систему взглядов на те или иные проблемы и сам, будучи специалистом в области определенного рода периода, может рекомендовать какие-то темы. Например, могу сказать, что в этом плане для меня, допустим, наиболее близки те темы, которые касаются периода с 1917 по конец 40-х годов 20-го столетия, то есть это период фактически первой половины 20-го века. Здесь, опять же таки, любой из специалистов, кто работал по проблематике как общегосударственной по этим направлениям, так и по региональной тематике, все равно имеет очень большой опыт работы и с федеральными архивами, и с региональными архивами, и может здесь помочь как в каких-то более узконаправленных темах, ну, например, это тема, касающаяся повседневной жизни, приходов в определенные периоды времени, это история отдельных каких-то приходов или даже, может быть, отдельных, например, соборов, такая даже узкая тема может быть интересна, если она мало изучена, это какие-то отдельные направления государственной политики в области взаимоотношений с религиозными структурами, ну, например, это может быть деятельность религиозных двадцаток или религиозных десяток так называемых сообществ, религиозных общин, это может быть деятельность приходского духовенства в определенные периоды времени, это могут быть, например, проблемы, такое, может быть, менее относящиеся к истории церкви, на первый взгляд, но очень важная тоже тема, как, например, Проблема антирелигиозной пропаганды и ее влияние на положение и статус церкви в отдельных регионах. Это могут быть какие-то вопросы, касающиеся отражения проблематики отношения органов государственных и советских органов власти в регионе с теми или иными, например, структурами церкви. Поэтому проблематика здесь очень обширна в этом отношении. База источников тоже может быть обширной. Это может быть и отражение, например, образа церкви в системе каких-либо пропагандистских материалов советского государства в кинематографе, в советских плакатах, агитационных работах. Это могут быть какие-то исследования на базе публикации в периодической печати советского периода времени. То есть здесь все будет зависеть от ваших интересов, от ваших каких-то предпочтений. И дальше уже тема эта будет корректироваться в зависимости от того, насколько каждый из руководителей будет понимать, есть ли возможности именно как раз источниковой базы, есть ли возможности историографической основы, степени изученности этой темы для того, чтобы ее в дальнейшем развивать. Поэтому смотрите, выбирайте на ваш вкус. Андрей Александрович. Я присоединяюсь к суде Надию, что если есть желание и есть возможность действительно какую-то тему изучать на основании местных архивов и периодики, то мы готовы взять любую тему. Я только хочу обратить внимание на одну фразу, которую прозвучал. Это степень исследованности темы. Здесь в частности перечислен патриарх Тихон, Владыка Фанасья Ковроскин, святитель, и изъятие церковных ценностей в Петрограде. В Санкт-Петербурге достаточно сильная церковно-историческая школа, поэтому можно предположить сразу, что тема изъятия церковных ценностей именно там, тем более это связано с учеником Вениамином, она может быть достаточно хорошо изучена. Точно так же, как биография святителя Тихона изучается тоже достаточно пристально и подробно, да и святитель Афанасий тоже не из, так сказать, последнего десятка. Поэтому, например, вот сразу нужно понимать, то есть, скажем, если это просто вам интересно, то это еще не обязательно значит, что никто до вас этим не занимался. И вот некоторые темы, они являются настолько хорошо изученными, что человеку без какой-то специальной подготовки или доступа к каким-то исключительным материалам, которые пока еще не находились в обороте, сделать это очень сложно. То есть, работы такого реферативного плана, то есть, когда мы просто собираем уже чьи-то опубликованные работы, они, в общем, не сильно приветствуются. То есть, если они, ну, если наоборот, тема не освещена уже настолько широко, что это уже скорее историографическая работа. То есть, этот жанр тоже возможен, но это уже не как бы не исследование, так сказать, самого там святого или события, да, а уже исследование исследований, которые по этому поводу проведены. Время от времени такая работа тоже нужна. Вот, но в любом случае, вот, когда вы будете писать свое эссе, то, в общем, это достаточно важный факт, что вы, ну, заранее посмотрели просто элементарно хотя бы поиском в интернет, там, или в киберленинге, или еще каким-то образом, да, а что по этому поводу уже есть, да, то есть, есть ощущение, что здесь можно что-то добавить, или вы понимаете, что уже тему эту достаточно хорошо разработали. Поэтому мы так вот и агитируем за, так сказать, локальные какие-то сюжеты, потому что, как правило, они разработаны гораздо меньше, чем вот там видные фигуры или там, скажем, там происхождение обновленческого раскола или еще что-то вот там подобного рода. Спасибо. Спасибо, коллеги. И еще вопрос появился в чате, да, во время, при приеме принимается ли во внимание основная деятельность абитуриента, там, есть ли разница юристом, бухгалтером или профессионалом занимается теологией? Здесь, в принципе, легко. Нет, профессиональная деятельность не принимается, если она не мешает заниматься вот церковно-историческим исследованием и учебой в магистратуре. Вот мы знаем, что многие святые, будучи в лагерях, заведовали бухгалтерией или коптерками, раздачей. Это им не мешало при этом подвиг святых совершать. Я думаю, что и профессия бухгалтера не должна помешать, а может быть, чем-то даже и помочь, учитывая необходимость скрупулезно работать с данными и с отчетностью. Может быть, даже может помочь в историческом исследовании, я полагаю. Спасибо, коллеги. Если еще у кого-то остались какие-нибудь вопросы непроясненные, то их можно задать голосом. А, вот как раз успели. Уточните, пожалуйста, студенты бюджета имеют какие-то социальные привилегии? К примеру, те же варианты посещения музеев со скидками, а срочку от армии по учебе? Так, ну у нас никаких, по-моему, бюджетов. У нас студенты, наши студенты, они имеют статус заочника, поэтому они имеют те права, которые имеют заочник. То есть относительно музеев и так далее, да, относительно армии стипендий и так далее, нет. Так, спасибо. Так, если пока, ну пока еще можно задать вопрос, с микрофоном включившись, или можно еще написать. Немножко подождем, может еще у кого-нибудь созрел вопрос. Я, кстати, напоминаю, снова ввожу на экран нашу QR-код, к которому можно перейти на сайт программы. И ссылка на программу тоже в чате, пожалуйста. И я еще, пока, может быть, вы еще думаете над какими-то последними вашими вопросами, которые не успели сформулировать. Еще одно небольшое такое объявление сделаю. Вернее, собственно, я предупрежу, что запись этого вебинара мы, естественно, выложим на наш YouTube-канал, на наш сайт. И вышлем всем, кто регистрировался на вебинар. То есть если вы зарегистрировались, сегодня сюда пришли, и те, кто не пришел по каким-то причинам, где получат, в принципе, письмо со ссылкой, поэтому все, что там не успели прослушать, можно будет еще переслушать. Также и на сайте будет тоже эта запись висеть. И одно такое небольшое еще объявление. У нас 22 апреля в 7 вечера будет еще дистанционный семинар кафедральный, посвященный публичной истории и, так сказать, к междисциплинарному подходу к изучению права. Ну, Владимир, на самом интересном месте ваше изображение звук подвисли. Наверное, я перехвачу сообщение на Владимир. Да, у нас будет такой семинар-вебинар. Мы регулярно проводим кафедральный с преподавателями о таком явлении, как публичная история, поскольку, помимо истории академической, есть еще презентация истории в публичном пространстве. Как она воспринимается, как она отражается в прессе, в культуре. И, в общем, для историка это тоже достаточно важная тема. Не случайно в советское время на военных кафедрах, на эстфаках их готовили в качестве пропагандистов и так далее. История в этом смысле имеет такой философский, политический аспект, и к нему нужно относиться достаточно ответственно. Поэтому в нашей магистратуре на втором курсе есть такая дисциплина, как публичная история. То есть презентация исторического знания в общественном пространстве. И вот этому будет посвящен семинар, который на 22 число мы организуем, поэтому всех приглашаем. Да, прошу прощения, сбой случился у меня. Ничего страшного. Я все рассказал, пока вас не было. Я думаю, что поскольку вопросов нет... Там еще один чат, в чате появился вопрос, обратите внимание, даже после моего сообщения. Нет ли приоритета темы по личности или по какому-то событию? Самое важное найти какую-то менее разработанную, актуально интересную тему. Да, тема интересна в первую очередь для вас. То есть если она менее разработанная, актуальная, интересная для вас, то мы постараемся всячески ее поддержать. Ну и так понимаю, пока вопросов больше нет. Я думаю, что мы можем как раз, мы уложили сейчас небольшую копеечку, я думаю, что можем поблагодарить всех участников, преподавателей и с миром расходиться. Ну и мы остаемся на связи, контакты мы дали, так что пишите, и мы с радостью будем продолжать общение. До свидания. Да, всем, всем. Благодарим за внимание. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.